Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем наши невероятные приключения в игре Outer Wilds. В прошлой серии мы изучили башню квантовой истины в пустотной сфере и узнали шестое квантовое правило. Сегодня я хотел бы отправиться на незнакомец, но у нас есть еще несколько мелких долгов, которые мы не успели сделать, так как находили интересные места в последние секунды. Поэтому отправляемся к первому лагерю Шпата, а также доисследуем звездолет в Черном Терновнике. Также нам еще нужно будет попасть на квантовую луну, но еще и около спутника мы там не прочитали, решили сэкономить время и не прочитали журнал. Поэтому сразу же, друзья, сейчас отправляемся к Черному Терновнику. Поехали! Встретимся уже, наверное, на входе. Итак, нашли мы с вами узел, где находится Шпат. Я предлагаю сейчас застабилизироваться и запустить туда спутник, чтобы посмотреть, где конкретно находится Рыбина Шпата. И нам нужно будет... Ага, смотрите! Мы сразу же тогда отправляемся в узел. После этого должен вот прямо сейчас показаться лагерь Шпата. Отлично, друзья! Все, мы с вами нашли. Ну что ж, отправляемся. Я думаю, теперь нам ничего не грозит. Так, здесь нужно будет очень быть аккуратным, потому что здесь у нас довольно много удильщиков. Смотрите, здесь копии сигнала, но здесь мы знаем, что нам лететь туда не надо. И вот здесь у нас копии сигнала. Нам нужно будет лететь именно в эту сторону, потому что там узел, а здесь конкретно вход. Итак, друзья, Шпата мы нашли, но к нему заглядывать мы не будем, потому что мы уже знаем, что вот где-то вот здесь у нас находится его капсула. И там находится вход, в который он нам сказал пробраться для изучения чего-нибудь интересного. Поэтому давайте сейчас аккуратненько пройдем вот в эту вот щель. И нам нужно будет забираться направо. Давай вперед аккуратно. Так, пролезли. Я думаю, что тут уже, наверное, звездолет, скорее всего, не пройдет. Поэтому давайте мы, наверное, останавливаемся. Пойдем пешком уже в нашем скафандре. Здесь мы уже, друзья, были. Вот в конце этого туннеля сейчас туман у нас должен пройти. Вот-вот. Потом будет такая ступенька, через которую очень сложно будет перебираться. Вот где-то здесь примерно она у нас сейчас появится. И после этого мы уже найдем первый лагерь Шпата. Ну и почитаем, что там будет интересного. Вполне возможно, еще какие-нибудь дополнительные зацепки. Все, друзья, мы с вами пришли. Итак, вот здесь мы с вами уже были. И, ну, наверное, вот в эту вот сторону нам нужно будет пойти и исследовать. Смотрите, здесь есть гравитация 0.4. Нам сейчас нужно будет медуза. Записка. Так, отлично, друзья. А вот мы нашли с вами первый лагерь Шпата. Полет 4. Запись номер точно не один. Аварий 3. Скучных аварий 0. Это лучший результат. Ого! Не думал, что увижу медузу за пределами пучины гиганта. Там они были очень полезны. Может и это пригодится? Фу, ну и гадость. Оказывается, тело у этих медуз жесткое, как резина. Может быть, это чтобы защитить внутренности от электричества? Надо попробовать. Может быть, они будут лучше на вкус? Борт-журнал обновлен. Ну что ж, вот здесь вот такая незамысловатая пещерка у нас Шпата. Давайте, наверное, ну, отправляемся, скорее всего, в медузу. Мы уже знаем все эти секреты, что к медузе нужно будет пробираться снизу и держаться ее головы, потому что... Во! Потому что именно тут у нас защита от электричества. Шпат. Не ешь это даже перед лицом голодной смерти. Такая гадость не заслуживает того, чтобы стать твоим последним ужином. Видимо, эти медузы годятся только для электроизоляции. Повторяю, не ешь это с любовью Шпат. Ну, все, наверное, мы здесь изучили. Скорее всего, у нас борт-журнал обновлен. И именно подсказка, что нужно будет пробираться снизу. Но мы уже с вами посетили это место. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть интересного. Главное, сейчас никуда не провалиться. Я думаю, что нам нужно будет возвращаться на свой корабль и лететь сейчас к звездолету. Потому что там мы тоже в последние секунды что-то пытались разобраться. Но, конечно же, не успели. Поэтому давайте, друзья, сейчас сразу садимся. Будем искать звездолет. Его, конечно, гораздо проще найти со входа. Но я думаю, что и от Шпата. Кстати, к Шпату можно будет заглянуть сейчас и рассказать о том, что я все нашел. И также у нас уже довольно много секретов мы открыли с вами. Да, мне кажется, это будет ему очень-очень интересно. Вот, нашли мы с вами корабль. Ну что ж, забираемся. Я думаю, сначала мы потеряем какое-то время и заглянем к Шпату. А уже после этого мы полетим на звездолет. Только вот нужно будет понять, где здесь вход. А вот тут вот у нас выход. Ага. А это на электролизованный звездолет Шпата, который лучше, наверное, не подходить, чтобы нас тут током не ударило. Ну что ж, давайте сейчас поймем, где у нас непосредственно находится. Вот хвост. Вот там впереди находится рыбина. И я сейчас загляну к Шпату, расскажу ему, так, что случилось у нас. Мы случайно ремни почему-то у нас отстегнулись. Насколько я помню, здесь приземлиться довольно проблематично. Поэтому не будем сейчас терять время. Оставляем. А, хотя вот здесь вот, наверное, можно выйти. Оставляем корабль тут и побежали поговорим, что нам интересного еще Шпат расскажет. Вперед, гравикристалл нам даст хоть какую-то гравитацию. Ну, здорово, Шпат. Он сейчас нам опять скажет, пожарь мэшмэллоу. Ого, а ты тут откуда? Сюда никто не прилетал? Мы это уже с вами читали. Ой, это ты? Тебя записали в космонавты? Шпат, это ты? Мы думали, тебе нет. Долго ты уже живешь. Дай-ка я угадаю. Это удильщик? В точку. Кто видел этих рыб, вблизи сразу понимает, что произошло. Можешь отдохнуть и набрать кислорода. Огня хватит на всех. Хочу рассказать, что мне встретилось. Мне довелось увидеть ядро пучины гиганта. Значит, торнадо оказались тебе нипочем. Хвалю. Мне кажется, что это тоже мы уже читали. Да, корабль хрупкий, он сломается. Это мы с вами уже изучили. Ну что ж, эй, бери палку, жарь маршмэллоу. Хочу рассказать тебе тоже, что случилось. Возле твоего замерзшего корабля нашлась медуза. Ха, значит, ничего не поменялось. Мне довелось там жить после крушения. Было довольно уютно. Правда, лагерь в скелете такой же твари, что пыталась тебя сожрать, это не только символично, но и куда более надежно. Но все равно было уютно. Отлично. Эй, бери палку, жарь маршмэллоу. Мне удалось найти гнездо удильщиков. Получается, что эти твари лезут оттуда? Будь у меня рабочий корабль, можно было бы устроить им сладкую жизнь. Эх, вообще, лучше оставить их в покое. Связываться с удильщиками плохая идея. Я тоже так примерно думаю. Ну что ж, давайте еще ему что-нибудь расскажем. Смотрите, гнездо удильщиков на камельке обнаружило семя черного терновника. Это очень плохо, нам ответил Шпат. Как не устает повторять кремень? Когда-то на месте черного терновника тоже была планета. Потом этот жуткий сорняк пустил в ней корни и разросся так, что разорвал планету и раскидал обломки по космосу. Если ничего не сделать, камелек постигнет та же самая судьба. А мы, камеляне, пережили слишком много, чтобы потерять все из-за какого-то жалкого семечка. И последнее у нас там еще было. Хочу рассказать. Смотрите, на камельке. Вот, мне удалось найти записи на май о том, что удильщики слепые. Хотя, мне кажется, мы, да, это мы уже с вами тоже разговаривали. Ну что ж, давайте мы с ним тогда поговорим о чем-то. Что тут можно исследовать? Расскажи о ядре пучины гиганта. Интересно, поменяются ли диалоги после того, как мы уже нашли с вами вот этого резиновую медузу. Ага, это мой корабль. Думаю, тебе стоит тут погулять. Нет, ничего не изменилось, к сожалению. То есть, разработчики не предусмотрели изменения диалогов. Где твой корабль? Что случилось? Рассказать о камельке? Нет, все в порядке. Ну, ладно, друзья. Давайте мы тогда заправим наш реактивный ранец. И, конечно же, пожарим маршмеллоу. Он нас так настоятельно просил. Сразу сгорели. Ну, все, друзья. Давайте отправляться отсюда. У нас еще огромное количество дел. Где наш корабль? Где-то был у нас наверху. Вот он у нас застрял между елок. И нам еще бы неплохо сейчас, так как мы в Черном Терновнике находимся, неплохо бы еще посетить звездолет. Там есть еще несколько интересных мест. Так, заходим, друзья. Давайте сразу же все тут заправим, вылечимся. И будем искать сейчас, где находится звездолет. Самое простое, это переключиться на частоту аварийного маяка. И искать какой-нибудь выход. Ну, а лучше всего найти белые точки. Будем надеяться, что это не удильщики. Так, вот у нас раз копия сигнала. Там вторая копия сигнала. Скорее всего, нам нужно будет вот 900 метров. Я думаю, нужно будет отправляться вот в ту сторону. Ну, что ты застрял-то? Давай, вперед иди. 900 метров. Скорее всего, там у нас будет выход. И если мы не попадемся... Так, один километр. Ну, все, отправляемся вперед, друзья. Мимо лагеря первого шпата будем искать, где отсюда можно будет выбраться. Итак, друзья, нашел я выход. Теперь нам нужно будет сейчас с помощью сигнала скопа найти аварийный маяк. Так, вот. Кажется, мы на верном пути. Вот к этой белой точке. Ну что ж, разгоняемся и будем надеяться, что нас удильщики не поймают. Все, мне кажется, это достаточная скорость будет. Так, вот как раз удильщик. Ну, мы идем тихо-тихо, стараемся не шевелиться. Постараемся не задеть этого удильщика. Отлично. У нас очень хороший темп. Мы приближаемся уже вот к этому узлу. И сейчас мы найдем... Итак, друзья, нашел я узел. Давайте заходим сейчас сразу же сюда. Постараемся не шуметь. Будем искать, где у нас находится... Так, здесь камень. Это не очень хорошо. Нам надо... Вот, спасательная капсула в этой стороне. Нужно будет запустить оттуда нашего маленького разведчика. Нашел я хлебные крошки. Сейчас нам нужно будет по-быстрому найти... Смотрите, в спасательную капсулу нам больше летать не надо. Следовательно, сразу же полетели вот в эту вот сторону. Я тут постоянно задеваю об черный терновник. Немножечко повредил бока своего корабля. Но думаю, что ремонтировать нет времени. Вот так, аккуратно. Нет у нас времени ремонтировать. Нам сейчас нужно будет остановиться, успеть, и запустить вот туда вот маленького разведчика. При условии, если он у нас нормально запустится. Ну что ж, поехали. Так, звездолет должен быть у нас сейчас обозначен красной точкой, если я правильно помню. Поэтому, друзья, выбираемся, ищем, где у нас следующий сигнал. Вот, один километр. И отправляемся туда. Насколько я помню, там у нас три удильщика на входе. Нужно будет сейчас вот ровно-ровно выровняться по центру. Давайте мы сейчас немножко вверх. Итак, друзья, отсюда нам нужно будет разогнаться. Поехали. И стараться больше не шуметь. Все. Удильщики. Ну, здесь, похоже, сделан скрипт, друзья, чтобы вы не задели за удильщиков. Я очень надеюсь, что это скрипт, чтобы тут не задеть. Так, и вот отправляемся в эту сторону. Главное, чтобы они перестали дышать и скрылись в тумане. Главное, чтобы нам хватило времени в этом цикле, потому что, как всегда, мы все интересно и находим в самые последние секунды. Так, давайте аккуратно поворачиваемся. Главное, чтобы не задеть удильщиков. Так, вот. Первый, второй уже пропал в тумане. Третий сейчас у нас тоже пропадет. Следовательно. Все, друзья, я думаю, что мы можем уже ничего не бояться. Икра. Смотрите, шпат, кстати, намекал, что ее как-то можно уничтожить. Но я попробовал все, а она, к сожалению, не уничтожается. Погнали тогда. Ускоряемся к звездолету. Здесь вроде тишина и покой. Ага, нам еще нужно будет вот в этот вот узел забраться. И если я правильно помню, там у нас удильщиков нет. Следовательно, бояться ничего не нужно. Давайте. Так, заходим. Отлично. Ну и вот он, звездолет, 700 метров. Мне кажется, даже я уже вижу его контуры. Давайте выравниваемся сразу. И постараемся сейчас все изучить. Главное, чтобы у нас хватило времени. Потому что я довольно много потратил, чтобы выбраться от шпата. Вот сюда, наверное, подойдем. Да, жалко, конечно, этих на май. Ну все, стабилизируемся, друзья. Пошли. Корабль я чинить не буду, потому что у нас осталось, ну реально, наверное, минуты 2-3, как всегда. А нам еще нужно будет очень много здесь узнать. Потому что у нас пока что звездолет не горит в журнале, что мы его как бы изучили. Поэтому давай вот сюда не пролетаем мимо. Здесь еще много интересного. Во-первых, нам нужно будет ввести символы, которые мы не ввели в первый раз. У нас времени просто тупо не хватило. Так, обнаружены деревья, запас кислорода. Давайте мы стабилизируемся. Берем шарик, подключаем всю систему. И начинаем вводить символы. Хорошо, они у нас сбросились. А вернее, у нас абсолютно новый цикл. Я, кстати, когда здесь играл, я же не обратил внимания, что есть буквочка R, перекатиться. Так, что у нас такое? Ну ладно, поехали. Хотя бы введем символ. Раз, два, три. И теперь смотрите, нужно аккуратно, я догадался, когда просматривал свою запись, чтобы перейти к новому, нужно будет вот так вот аккуратно. Теперь здесь нам нужно будет вот отсюда, сюда, сюда нарисовать и вот сюда. Есть, сделали. И последнее нам нужно будет здесь, я так понимаю, сверху, потому что нам потом внизу нужно будет выйти. Сюда, сюда. Кажется, вот сюда символ, сюда и вот сюда. Все, друзья, мы с вами ввели координаты и погнали, что я еще заметил, когда просматривал свою запись. Где-то наверху, вот, есть лестница. Там, скорее всего, тоже есть какие-нибудь заметки. Давайте посмотрим. Так, вот, смотрите журнал. Давайте прочитаем по-быстрому сейчас. Итак, тормозим. Только бы у нас сверхновая не взорвалась раньше времени. Ну, придется мне, наверное, как всегда бежать очень быстро. Итак, сообщение для всех кланов на мае. Вселенная умирает, ресурсы убывают, опасности множатся. Мой клан считает, что на мае должны держаться вместе. Если можете, прилетайте в Сумеречную Галактику. Мы выяснили, что звездная система Черная Скала в целом стабильна и довольно благоприятна для жизни. Здесь относительно безопасно. Давайте сделаем как. Я вот так вот открою здесь все вот эти вот ветки. Потом я их перечитаю. Но нам нужно, чтобы журнал у нас открылся. Вы можете поставить на паузу каждый вот из этих вот журналов и спокойно прочитать. Мне же придется торопиться, потому что мы в последнюю долю секунды сюда прилетели. Ну и давайте потом посмотрим. Вот еще у нас. Но явно мы уже. Борт-журнал обновлен. Это очень хорошо. Это значит, что мы на верном своем пути. Что у нас здесь? Осмунда, звездолеты, скалы на связи. Звездолет как будто слился с окружающей средой. Некоторые лианы стали частью звездолета. И придется нам, друзья, к сожалению, сюда возвращаться. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим журнал. И решим, стоит ли сюда возвращаться или нет. Объясню почему. Потому что нам так и так придется возвращаться к этому звездолету, когда мы с вами возьмем усовершенствованное гиперядро на Часи Пепла, на Проект Часи Пепла. И тогда мы сюда прилетим и, наверное, сможем даже управлять этим звездолетом, перелетев к Око Вселенной. Поэтому есть ли смысл сюда возвращаться или нет, я не знаю. Давайте мы лучше сделаем вот как. Итак, мы сейчас попробуем найти Квантовую Луну. Там у нас еще было очень много всего интересного. Опять же, в последние секунды мы с вами там пытались что-то найти. И посмотрим. Если у нас еще останется время, мы, конечно же, заглянем на этот черный термоник, исследуем звездолет. Было бы очень интересно там все у нас прочитать. Давайте посмотрим, что у нас из бортжурнала теперь интересного. Итак, Башня Квантовой Истины, Замороженная Медуза. Отлично, два новых. И давайте просмотрим. Здесь у нас все открыто. Здесь у нас, надеюсь, что мы тоже. Озерные пещеры, темный город. Да, здесь мы с вами тоже все открыли. Здесь всего два. Здесь лагерь, где живет Эскер. На Камельке, мне кажется, у нас тоже нету ничего такого. Пустотная сфера. Южная обсерватория. Вот, Башня Квантовой Истины. Мы ее открыли. На мае построили на Квантовой Луне святилище, которое помогает им. Шестое правило. Не забудь. Положение доступно только когда святилище стоит на Северном полюсе. Паломничество на Квантовой Луну было важно для каждого на мае. А здесь мы с вами исследовали просто вообще все. Здесь глубина океана. Ну, смотрите, на пучине гиганта мы тоже, кстати, все исследовали. Здесь, я помню, тоже у нас все исследовано было. Так, звездолет. Да, мы не до конца. Зато замороженную медузу мы теперь тоже уже знаем. К звездолету, мне кажется, нет смысла возвращаться. По комете мы с вами тоже уже все изучили. Ну что ж, друзья. Я предлагаю сейчас искать Квантовую Луну и решить вот в этом вот цикле 20 уже, наверное, одноминутном решить вопрос, что же там с Квантовой Луной и как на мае туда перемещались. Нам сейчас нужно будет, скорее всего, летать. Стараться не попасть. Так, это не она. Это Тарикон, кажется. Да, это Тарикон. Нам сейчас нужно будет смотреть, где у нас Квантовая Луна. Кстати, можно еще сделать хитрость. Давайте, наверное. У меня есть другая идея. Вот если мы сейчас на Солнце не сгорим, у меня есть более гениальная идея. Мы сейчас, друзья, пойдем к спутнику, который вот у нас вот здесь вот летает. Помните, мы там не дочитали журнал. Итак, где он у нас? Вот. Летим, друзья, к спутнику. А после этого мы издалека увидим все планеты и увидим, где находится Квантовая Луна. Здесь прочитаем журнал, закроем тоже этот гештальт. И потом конкретно уже будем приземляться на Квантовую Луну. Надеюсь, что здесь мы потеряем не так уж и много времени. Нам теперь не нужно будет искать вот этот вот космический корабль невидимый. Теперь мы его можем поставить пробелом на метку и спокойно туда перелететь. Так, вон, я уже вижу этот спутник. Тормозим. Очень большая, конечно, скорость. Но он у нас находится на краю нашей Солнечной системы. Что же там в журнале? Ну, скорее всего, это то, что мы, скорее всего, знаем. Потому что мы разными путями заходили к решению одного и того же вопроса как бы глобальными шагами. То есть мы все уже решили давным-давно. Поехали, друзья, потихонечку вперед. Вот и журнал. Главное тут ничего не сломать. Нас роговик об этом предупреждал. Ну все, побежали тогда читать журнал. Вот у нас журнал, друзья. Стой, стой, стой. А то сейчас он куда-нибудь улетит в открытое пространство. И будет не очень хорошо. Воспроизвести запись. Раз, раз, докладывает Габра. Проверяю спутник Солнца на предмет неполадок по запросу нашего Центра управления полетами. Видишь, роговик? От меня тоже есть польза. Если так подумать, хорошо быть спутником. Паришь себе в темноте, наслаждаешься тишиной, смотришь на далекие звезды. Да, Габру нас очень любит отдыхать. Наверное, спать тут тоже очень удобно. Ах, сразу зевать потянуло. И? Так о чем это я? Точно, линза. Ну что ж, дружок, давай посмотрим, что с тобой не так. Ну, роговик, тут все в порядке. Пыли и царапин на линзе нет. Да и сам спутник не искрит и не пытается взорваться. Видимо, с оборудованием все в порядке. Слышь, дружок, ты в прекрасной форме. Работай дальше и не ломайся. Обнаружен неопознанный сигнал. Давайте мы сейчас посмотрим. Наверное, это какая-нибудь вот радиорубка. Так, вот. У нас спутник, возможно. Да, распознан спутник Солнца. И он сейчас находится на 38 градусов. То есть мы сейчас даже сможем увидеть. Вон, черная штуковина. Но мне пока что это неинтересно. Мне пока интересно слетать на квантовую Луну. И посмотреть, какие там еще загадки у нас кроются. Ну что ж, давайте сейчас рассмотрим внимательно, где у нас чего. Странно, друзья. Это вот не она. Да, похоже, это квантовая Луна. Стабилизируемся. Вот. Главное, чтобы сейчас квантовая Луна никуда у нас не исчезла. Вверх идем. Вверх, говорю, идем. Так. Ну, в принципе, мы ее видим. Она исчезнуть у нас не должна. Она где-то вот здесь вот, за пучиной гиганта. Но вот она у нас, друзья. Все, тормозим. Стабилизируемся на ней. Давайте мы вот что сделаем. 700 так быстро летит эта планета у нас. Погнали. Запускаем и фотографируем ее вот так вот в полную. А теперь пытаемся ее как-нибудь догнать. Интересно, автопилот сможет у нас отрегулировать скорость и ушла. Вот самый главный вопрос. Ну да, на фотографии видна точка. Следовательно, мы сейчас врежемся в пучину. Это, кстати, не так уж и страшно. Нет, Луна быстро оборачивается вокруг пучины. Ну все, друзья, 8 километров. Скорость начинает падать. Следовательно, давайте мы вот еще вот так вот сделаем. Все. Теперь уже точно она у нас будет перед глазами. Добро пожаловать на Квантовую Луну. Я думаю, что мы сейчас должны приземлиться. Главное, чтобы фотография у нас постоянно оставалась. А там нам подсказали, нужно будет пробраться на Северный полюс. Так, тормозим. Очень большая скорость. Очень большая скорость. Мы еще корабль с вами долбанули. И обратите внимание, кстати, я это заметил, что когда мы прилетаем к какой-то планете на Квантовую Луну, то Квантовая Луна становится такая же, как сама планета. Вот, например, пучина гиганта там у нас... Ой. Вот пучина гиганта у нас, например, много морей. И здесь у нас тоже везде одни моря. Ну что ж, давайте мы тогда посадочную площадку починим, фонарь починим. Там еще сбоку что-то у нас поломалось. Но стоит ли нам... Ну давайте кабину хотя бы отремонтируем. И вот здесь у нас еще что-то было сломано где-то сзади. Так, здесь у нас пучина гиганта. Нам сейчас нужно будет найти башню Квантовой Истины. И смотрите, это у нас тоже Квантовый объект. Если вот так вот не смотреть на него, он у нас начнет перемещаться. Давайте пробежимся. Мне кто-то в комментариях, кстати, написал, что Никодим, здесь где-то рядом лежит журнал. К сожалению, я пока что его не вижу. А вот и башня Квантовой Истины. Она затоплена, что, наверное, не очень хорошо. Давайте мы аккуратно сейчас попробуем переместиться. Но смотрите, нам сейчас нужно будет попасть на север. Следовательно, поплыли, наверное. Давайте мы откроем все-таки. Посмотрим, как мы здесь пройдем. И куда у нас будут перемещаться планеты. И вообще, работает ли вся эта наша система. Давайте, закрываем. Свет врубаем, он нам пригодится. Смотрите, мы сейчас находимся рядом с пучиной гиганта. Вот у нас око Вселенной. Но нам туда пока не надо. Нам бы перелететь на какую-нибудь... Вот, кстати, смотрите. Первый раз вижу, чтобы у нас Квантовая Луна перелетела к песочным часам. Потому что, когда мы пробовали в позапрошлой серии, у нас она была где угодно, кроме вот этих вот песочных часов. Ну что ж, друзья, давайте попробуем. Может быть, это такой жирный намек, что нам нужно будет... Ух ты, да, действительно, это час пепла. Ну что ж, пробираемся тогда на север. Попробуем найти башню на северном полюсе, как у нас была подсказка. Только... Ух ты. А, тут главное не отвлекаться, друзья. И главное идти строго-строго вперед. Не смотреть назад. Потому что могут быть проблемы с тем, что башня Квантовая Истина... А слушайте, она у нас... Если мы сейчас отвернемся, она у нас будет вот здесь, на экваторе. Потом мы повернемся. Она, короче, будет идти за нами. И это очень хорошо, я думаю. Как-то мне здесь облака очень дико не нравятся. Куда тут можно будет пройти? Ну ладно, побежали. Давайте мы все выше и выше поднимаемся к экватору. Но самое главное, чтобы нам хватило времени в этом цикле. Так, тут стена нам принципиально не дает пройти почему-то. Смотрите, она уже находится не на южном полюсе, а она уже переместилась к экватору. Мне кажется, это очень хороший знак. Арка. Ну, если я подлечу, я так понимаю, то мы тогда попадем... Кстати, вот на эту арку. Погнали. Мне кажется, это... Что такое? Ух ты. Это звездолет на Мае. Мы его уже видели на пустотной сфере. Ну давайте. Главное, чтобы у нас из вида не пропало ничего. Так. Здесь. Я надеюсь, что это мы уже с вами все читали. Я здесь. Я столько лет наблюдал, как квантовая луна движется по небу, а сегодня наконец-то я стуклю на ее поверхность. Это Солонум. Да, мы читали уже этот журнал, но мы читали, когда они улетали. А теперь мы читаем, когда они прилетели. Как ожидалось, мой шаттл приземлился на южном полюсе луны. Дальше я пойду пешком. По неизвестной мне причине, квантовая луна всегда встречает гостей на южном полюсе. В детстве я считал такие загадки зловещими. Сейчас я понимаю, что в них нет ничего плохого. Это просто законы, по которым живет вселенная. Я готова, говорит Солонум. Мы, кстати, можем... Нет, нет, нет. Мы сейчас можем мгновенно переместиться на пустотную сферу. Чего нам, конечно же, друзья, делать не нужно. Ну что ж, отправляемся. Так, я где-то здесь арку только что видел. Ух ты, что это такое за... Нет, это на южный полюс. Это на северный. А вот и арка. Нам сейчас нужно будет на нее как-то забраться, видимо. Если я правильно понимаю. Ну что ж, давай. Так, главное не разрывать связь с объектом. Потому что если мы разорвем связь с объектом, будут у нас большущие проблемы. Так, все, туман начинается. Что же нам делать? Как же нам пройти на южный полюс? Пока мы находимся на квантовом объекте. Как бы нам так, может быть, сфотографировать? Давайте попробуем. Итак, фотографируем вот это вот место. И пошли потихонечку вперед. То есть мы сейчас все куда-то идем и идем. Теоретически прямо. Вот, на север мы с вами продвигаемся. Смотрите. Так, и уперлись мы куда-то. Ну что ж, давайте, наверное, прыгать вниз. Или идти назад. К сожалению, мы застряли, друзья. Я не пойму, где мы находимся. Что нам тут предстоит сейчас сделать? Вот, смотрите. Мы можем идти назад. Отлично. Ну и здесь, скорее всего, мы сейчас упадем на поверхность. Не получается нам пройти на северный полюс. Давайте тогда убираем вот это вот все. Будем искать какой-то другой способ. Может быть, через южный полюс мы как-то можем пройти. Давайте сейчас... Мы, наверное, на южном полюсе, вот здесь вот, можем вызвать башню. Раз, два. Так, это что там? Была башня или нет? Три. Странно, почему у нас башня не появляется на южном полюсе, хотя она должна была бы быть прямо перед нами. Странно, друзья. Нет, не появляется. Ну что ж, тогда пойдем просто тупо вперед. Так вот у нас, друзья, башня. Не получается. Я ходил везде кругом, нам нужно будет что-то сделать, я так понимаю. Давайте мы тогда перемещаемся к Око Вселенной. Попробуем открыть дверь и посмотреть, куда мы с вами переместились. Так, теперь мы постоянно находимся около... Вот, давайте. Итак, надеюсь, что здесь у нас камня сейчас не будет. Нет, камень здесь у нас есть. Следовательно, нам нужно будет все-таки пробираться дальше на северный полюс. Ладно, дверь закрыта, выключаем свет и перемещаемся к часу. Ну, давайте еще раз попробуем на час угля сейчас переместиться. Кстати, может быть... Ну, не знаю, здесь мы, да, здесь мы уже все с вами обшагали. Давайте попробуем... Так, у нас пропало куда-то. Нельзя ни на секунду отвлекаться от этой башни. Где она у нас? Давайте отойдем в сторонку, к камню, чтобы у нас игра засчитала, что мы находимся рядом с башней. Так, это у нас шаттл с ланом. Здесь у нас тоже ничего нету. К сожалению, пройти дальше не представляется возможным. Если мы сейчас вот на этот песок запрыгнем, то у нас будут большущие проблемы. Там мы тоже пройти не можем, потому что упираемся в стенку. Ну, что ж, друзья, давайте сделаем следующим образом. Я сейчас попробую найти башню квантовой истины, вернуть ее обратно. Вот она у нас. И мы тогда, раз не получилось через песок, давайте попробуем через какие-нибудь другие планеты перебираться. Вот, например... Кстати, вода. Прекрасная идея. Так, почему? А, потому что дверь не до конца закрылась. Давайте через пучину гиганта. Мне кажется, мы там легко, вот так вот, легко можем переплыть на Северный полюс. Если не получится сверху, перейдем снизу. У нас пока что кислорода много. Ну все, отправляемся вот так, друзья, на Север. Чем дальше на Север, тем лучше. Там мы башню вызовем. Так, отлично. Главное, чтобы мы сейчас опять в какую-нибудь стенку не уперлись. Так, это водоворот. А в водоворот мы войти... Если мы войдем в водоворот, друзья, то, скорее всего, у нас пропадет планета. Хотя, с другой стороны, водоворот тоже является частью планеты. Следовательно, мы должны сейчас... Не пускает нас. Через верх можно будет забраться, но тогда мы в туман попадем. Как нам тогда быть, друзья? Здесь в водовороте... А может быть... Во! Давайте, я придумал. Мы сейчас закрываем вот эту вот дверь. То есть, получается, что мы уже на Северном полюсе, но нам мешается вот этот вот водоворот. Вот, следовательно, в любую, буквально в любую планету мы сейчас... Ну, вряд ли час. Око-эхо. Вряд ли камелек. В какую-нибудь любую другую планету мы с вами... Камелек, там деревьев и горы много. Здесь у нас выхода не будет. Здесь у нас, скорее всего, все будет разрушено. Нам бы идеально... А терновник, там будут удильщики. Поэтому я не хочу с ними связываться. Вот идеально бы попасть на какой-нибудь... Вот сюда бы, например, чтобы по песку идти и не бояться. Так, ну ладно, раз он не хочет у нас перемещаться в нормальные планеты, давайте пойдем тогда через камелек. Может быть, тут будет проход к Северному полюсу. Нам вот, буквально совсем чуть-чуть еще осталось дойти. Смотрите, есть проход, действительно. И мы, друзья, с вами... Ой, так, аккуратно. Ну что, давайте перепрыгивать. Только самое главное, вот, самое главное, чтобы у нас не потерялось. Итак, мы на Северном полюсе. Сейчас мы призываем сюда Квантовую пещеру. Отлично. Все, у нас получилось, друзья. Теперь закрываем дверь. И, так как мы теперь на Северном полюсе, выключаем свет и открываемся к Око Вселенной. Только бы нам время хватило. Очень много я потерял времени на переходы. Ну все, теперь, я надеюсь, мы выполнили шестое Квантовое правило. И... Да, друзья, да-да-да-да-да. Смотрите, здесь все Квантовое. То есть, где-то рядом с нами находится Око Вселенной. Давайте, наверное, не будем тянуть резину. Пойдем, да, по единственному пути. Наверное, он нас приведет туда, куда надо. А смотрите, якобы здесь мы уже были. То есть, нам показывается, что нужно... Ну, тут единственный путь, потому что все вокруг закрыто. Сейчас самое главное, никуда не попасть, особенно в туман. Находиться нужно будет на поверхности. Фотографировать, если понадобится. И идти по единственному пути. Ну, смотрите, мы идем на Южный полюс, как и говорила Соланом. И здесь... Туда, наверное, не стоило бы ходить, я так думаю. Смотрите, здесь какой-то ураган. Опа! Не понял, это что? Квантовая? Это не квантовая. Это живой. Поговорить с Соланом. Подождите, как это поговорить? Она умерла 100 тысяч миллионов лет назад. Ну, ладно, давайте поговорим. Кто ты? Где мы? Она не понимает наш язык. Ой. Так, подойти ко мне, она говорит. Посмотри на знаки. Давайте сейчас пытаемся понять ее язык. В принципе, мы можем читать, что это такое. Подобрать камень определения. Подобрать камень объяснения. Квантовая луна. Это я. Это она. А это око вселенной. Ну что ж, давайте объяснение. И что, надо ей отдать? А, вот она говорит, подойди к камням. И что? Положить, наверное, нужно. Так, объясни. Все, я понял. Объясни мне, пожалуйста, что такое око вселенной. Вот. Наверное, так можем с ней разговаривать. Ну, давай. И да, у нас включается наш прибор, и мы можем спокойно все читать. Соланум. Во вселенной всегда присутствует некая степень неопределенности. Обычно ее можно наблюдать только в мелких масштабах. Однако, при приближении к око, степень неопределенности многократно возрастает. Вероятно, квантовые свойства квантовой луны проявляются как явно именно потому, что она находится близко к оку. Осколки квантовой луны также обладают такими свойствами. Думаю, тебе приходилось их видеть в разных уголках этой системы. Откуда она знает, что мне приходилось? Она жила 100 тысяч миллионов лет назад, а я вообще... Ну, я для нее пришелец какой-то космический. Что-то тут разработчики не додумали. Сознательное наблюдение заставляет квантовый объект остановиться на одном из вариантов. Но что произойдет, если сознательный наблюдатель войдет в само око? Со временем весь мой клан стал задаваться этим вопросом. Так, объясни мне тогда, борт-журнал обновлен. Я все понял как-то. Во, расскажи мне, пожалуйста, кто ты такая. Хотя я про тебя знаю, я давно-давно прочитал твою историю. Это мое первое паломничество на квантовую луну. Все на мае из моего клана совершают его, когда становятся взрослыми. Отсюда нельзя долететь до ока. Но квантовая луна имеет для нас колоссальное значение, поскольку помогает нам подобраться к оку ближе всего. Я прилетел сюда, чтобы побыть рядом с оком. Око скрыто от наших глаз, и в квантовой луне мы видим отражение ока. Все? Все. Так, она рассказала нам про себя. Теперь пусть она, ну, даст нам пояснение про квантовую луну. Квантовая луна. Тебе встречались квантовые осколки на других планетах? Да, конечно. Так, стоп. Они выглядят так же, как поверхность квантовой луны в те моменты, когда она находится рядом с оком. Значит, око можно считать ее основным местоположением. То есть сейчас мы наблюдаем квантовую луну в ее естественном состоянии. Учитывая, что квантовая луна служит спутником ока, можно допустить, что они обладают одинаковыми характеристиками. Если квантовая луна и ее осколки обладают квантовыми свойствами, то, вероятно, ими и обладает око. Ох ты как глубоко. Можно даже предположить, что квантовые свойства луны вызваны на ее близости к ока. Это объясняет, почему участки вокруг квантовых осколков на других планетах тоже принимают квантовые свойства. Так, ну мы ей... Давай о себе немножечко расскажем. А только как мы расскажем о себе, абсолютно непонятно. Она спросит у нас что-то. Типа, кто ты такой? Полагаю, ты стремишься к тому же, что и я. Найти и изучить око вселенной. Однако я не знаю, как тебе удалось сюда добраться. Может быть, ты из другой звездной системы, как и мой клан? Нет, дорогая, это ты из другой звездной системы. А я-то вообще, мы люди местные. Так, а что если... Смотрите, это два объяснения. А вот если так? Смотрите, здесь объяснение, а здесь определение. Интересно, чем это у нас отличается. Но сейчас она нам, наверное, скажет. Искать и пытаться понять. Искать и пытаться понять. Это два основных положения философии Намая. Это в нашей природе. Ну что ж, давайте теперь все проделаем то же самое. Так, вставляем камень, говорю. Проделаем теперь все то же самое, но уже с другим камнем. Погнали, может быть, ты нам сейчас расскажешь. Вообще тут два из пяти. Сколько тут? Либо 32, либо 25 вариантов, наверное, может быть. Мы сейчас находимся на орбите Ока Вселенной, хотя и не можем его увидеть. Или 15, получается. Так, стоп. Мы видим только отражение в Квантовой Луне. Око древнее, чем сама Вселенная. Мой клан считает, что она движется по очень большой орбите звездной системы. Но это не честно, мы только-только прибыли. Давай, теперь расскажи немножечко о себе, что ты и кто ты. Ну давай побыстрее. Меня зовут Солоном, я на Майе. Мой клан прилетел в эту звездную систему до моего рождения, и теперь мы здесь живем. Нет, вы теперь здесь не живете. Вы теперь здесь уже давно-давно умерли. Ну что ж, Квантовая Луна. Давай, рисуй нам побыстрее. Рисуй. Мы сейчас стоим на Квантовой Луне. Она является на орбитах разных небесных тел, но изначально Квантовая Луна была спутником Ока Вселенной. Все, все. Так, ну и давайте я что-то про себя тогда ей оповещу, что она нас спросит. Итак, я еще никогда не встречал таких, как ты. Для меня большая честь говорить с тобой. Особенно мне нравятся твои четыре глаза. Я бы задал этим множество вопросов, если бы понимал твой язык. Мне очень повезло, что ты понимаешь мой. Да, мне тоже очень повезло, что ты понимаешь, я понимаю твой язык. Так, друзья, давайте мы здесь все сочетания с вами изучили. Давайте мы тогда начнем миксировать. Ты, вот, ты на Око Вселенной. Как ты сюда попал? Ну, я знаю. Ты сюда прилетел на шаттле, сейчас ты расскажешь, что у вас было трое. Там, ну давай побыстрее, уже там все взорвалось. Многие в моем клане верили, что Око позвало нас с какой-то целью. Когда я была маленькая, я думал, что Око желает нам зла. Оно проникло в наш клан, звездную систему, и потом просто исчезло. Но я не боюсь Око. Честно говоря, я даже мечтаю однажды увидеть его. Но мечта мне суждена сбыться. Это, наверное, странно, но у меня есть предположение, что я уже не вполне живая. Возможно, мое путешествие подошло к концу. Да, к сожалению, ты уже все. Не успели мы буквально два-три дочитать, но мы уже знаем, что здесь нам делать на квантовой луне. Ух ты, как интересно, друзья. Но, по сути, мы с вами подчистили все хвосты. Мы поговорили сейчас с Солонум. И потом она оказывается живая. То есть есть вероятность, что и другие иномаи где-то находятся в квантовых состояниях. И вполне возможно, что они тоже у нас живые. Потому что, ну, реально, их раса была там 200 тысяч или там миллионы лет назад. Ну что ж, давайте тогда я предлагаю сейчас посмотреть журнал. И, наверное, отправляемся, посмотрим, какие загадки нас ждут на незнакомца. Потому что долгов у нас больше перед основными заданиями нет. Можем спокойно сейчас заниматься дополнением. Поехали в журнале. Смотрим внимательно. Появилось у нас шестое местоположение. И все. То есть тут вот дико неудобная карта. Шестое местоположение. На Южном полюсе у меня встретилась живая на мае по имени Солонум. Квантовая Луна. Луна Ока Вселенной. В этом месте Квантовая Луна становится отражением самого Ока. Вероятно, все макроскопические явления, солнечная система связаны с Оком. Солонум не знает, что произойдет, если сознательный наблюдатель проникнет внутрь Ока. Солонум предлагает, что она уже не вполне жива. И смотрите, у нас гравитационная пушка наконец-то стала нормальной. Это после того, как, видимо, мы изучили башню Квантовой истины. Есть ли у нас, давайте посмотрим еще хоть какие-нибудь долги. Здесь звездолет. Ну понятно, в звездолете еще, видимо, есть еще что исследовать. Да, в звездолете есть запись Ока Вселенной, за которым последовали на мае. Можно, конечно, слетать на звездолет, но зачем нам 20 раз летать туда-сюда? Мы все равно туда по любасу полетим, когда возьмем ядро, вот это вот гиперядро. Поэтому, друзья, нет. Поэтому мы с вами берем журнал, как нас научил сланец. Дальше переключаемся вот сюда. Нажимаем пробел. И теперь, теоретически, мы должны сразу же увидеть, где находится... Вон, незнакомец 11 километров. Я уже увидел. Он у нас на противоположной стороне нашей планеты. Ну что ж, давайте включаем автопилот. Как сказал у нас сланец, не включай автопилот, это то, что тебя убьет. Ну, будем надеяться, что здесь все пройдет у нас хорошо. И мы с вами заглянем внутрь вот этой вот огромной летающей тарелки, в которой есть куча других мелких. Так. И смотрите, даже при приближении ее не видно. То есть нужно прям, смотрите, 1 километр, 900, 800, 700. Где-то примерно 600 метров лишь появляется возможность взаимодействовать. Я теперь, кстати, начал понимать, почему здесь все кружится. Потому что это, ну вот как бы искусственная гравитация. Если вы смотрели фильмы фантастические, то там как раз искусственная гравитация показана именно вот таким вот образом. То есть крутящиеся объекты. Давайте выравниваемся. И начинаем процесс, начинаем, говорю, процесс приземления. Ну все, здесь нам миллиметр равнять нечего. Все равно мы сюда уже, ну, я думаю, 100% не вернемся в этом цикле. Я имею в виду. Поэтому побежали. Мы теперь все знаем, что здесь все управляется фонариком. И все основано на свете. Мы, кстати, не получили. Нет. Жалко. Может быть, нам кто-то бы подсказал, как тут управлять еще. Так, стоп. Отлично. Ну что ж, давайте прямо по порядку. Вот мы вошли. Вот плотина, которая буквально через несколько минут у нас разрушится. Следовательно, нам нужно будет пойти вот в те стороны. Ну, давайте, наверное, тут перепрыгнуть-то можно? Я думаю, можно. Перепрыгиваем вот сюда. Так, хорошо, что мы тут долетели. Вот у нас первая домушка. Пойдемте посмотрим, что у нас в этом доме. А потом пойдем по остальным домам. И так мы будем защищать сектор за сектором, проходя как бы друг за другом. Надеюсь, что плотина не прямо сейчас у нас рванет. Вот, кстати, двери. Я помню, что я на них в прошлой серии как-то посветил фонариком. А вот, смотрите. И они у нас, да. Смотрите, вот так вот открывается. То есть двери здесь тоже работают на свету, что неудивительно, впрочем. Это у нас лодочная станция. Здесь нет ничего интересного. Хотя... Ух ты! А что это такое? Такое ощущение, что это еще один... Давайте попробуем. Так, куда мы попали? То есть у нас выход. Так, не ошибка. Да, друзья. Это у нас выход на поверхность. Нам оно не нужно, поэтому мы отсюда выбираемся. На лодке можно будет сейчас проехаться немножко вперед, но я не хочу. Так. Ну, надо было брать лодку. Теперь нам придется вот так вот путешествовать в воде медленно, но верно. Ладно, сейчас тогда постараюсь выскочить на каком-нибудь вот уступе. Главное не разбиться, а самое главное, чтобы у нас сейчас случайно не прорвало. Сколько же ему интересно. Во, давай сюда. Так, тихо. Давай вот сюда. Отлично. Только бы у нас реактивного ранг схватило. Запрыгнуть. Ну, давай, запрыгивай. Ес. Запрыгнули. И там еще один дом впереди. Так, тихо, тихо, тихо. Накопи энергию. Накопи энергию. И пошел вперед. Пошел, пошел, пошел. Тихо. Осталось прям капельку. Поехали. Все. Мы еще нашли с вами один дом. Так, будем сейчас его изучать. Как туда попасть? Наверное, сверху попробуем. Итак, тихо. Где здесь вход у нас? Ну, конечно, мы первое время, так как я второй раз здесь нахожусь всего, мы, наверное, будем терять огромное количество времени вот просто на изучение, куда пройти, что сделать и что нам здесь нужно будет. Смотрите, здесь еще одна лампа. Как будто бы какой-то проектор у нас. Ну, ладно, давайте вот отсюда начнем. Мы уже, в принципе, знаем. Ага, вот. Итак, вырубаем. Открылась дверь. Ну, что ж. Еще один кинотеатр. То есть, вот эта вот трасса, я так думаю, которую наши предки, они очень любили смотреть вот эти вот диафильмы. Поехали вперед. Мне кажется, что здесь мы уже с вами были. И если я правильно помню, то вот сейчас налево мы увидим раз диафильм. Ну, что ж, давайте. И потом там еще будет второй диафильм. Я предлагаю сейчас сразу же найти какой-нибудь фонарик. Так, в той стороне нет. Ну, ладно, раз уж мы сюда пришли, забираем еще и второй диафильм, чтобы тысячу раз сюда не бегать. И побежали искать фонарик. Мне кажется, я знаю, где он у нас в противоположной стороне. Так, выбрасываем. Пойдем сейчас сориентируемся, где у нас могут быть фонари. Вот здесь у нас в этом доме случайно нету ничего, что бы у нас осветило. Нет, ничего. А там у нас что? А тут у нас дерево. Нет, давайте мы тогда вот сюда отправляемся. И что у нас впереди? Так, аккуратно главное не упасть. Где бы нам фонарик найти? Вот, кстати, да, вот в этой вот штуковине там картины, и там очень много фонарей. Мы сейчас возьмем первый попавшийся фонарик. И так, здесь тоже какая-то загадка, я пока не знаю. Ну, давайте, наверное, вот этот вот фонарик заберем. Может быть, подождите, у меня есть одна идея. А может быть, да, давайте попробуем. Может быть, здесь надо выключить везде свет? Давайте мы сейчас заберем везде фонари, выключим в этом доме свет и будем моргать. Потому что, ну, как мы уже поняли, это дополнение полностью основано на свету. И так, какие-то звуки страшные. Как будто бы кто-то пробирается к нам за спину. Так, давайте вот сюда еще. И вот этот фонарь тоже нужно будет отнести. Потом мы диафильм посмотрим. То есть диафильм это самое простое, а вот здесь нужно будет разобраться с этими картинами. Я полагаю, видите, тут у нас полностью все погасло. Я полагаю, что нужно создать полную темноту для того, чтобы куда-то, возможно, открыть какую-нибудь дорогу. Давайте мы попробуем сейчас. Так, блин, у нас там наверху, наверное, будет проблематично. И вы слышали какой-то звук, как будто бы электромагнитный разряд у нас произошел. Ну что ж, давайте светить. Ничего не произошло. Ничего не произошло. Ничего не произошло. Странно вообще. Ничего не... Вон там вверху какая-то... Погодите. Там вверху какая-то щель. Мы куда-то попали. Лестница! Так! Мне показалось, что вверху какая-то щель, а оказывается, здесь у нас лестница вниз. Ну что ж, пойдемте сейчас посмотрим. Тут, наверное, тоже еще какие-нибудь диафильмы. Вот это да, друзья. Это мертвые... Вот это да, пожарить маршмеллоу. Да ладно, это, наверное, погребальный огонь. Ну давайте, конечно, пожарим. Но это кощунство на погребальном огне. Смотрите, это могила. Это, видимо, захоронение какое-то. Давайте съедим. Ну что ж, пытаемся теперь здесь разгадать. А смотрите, у кого-то есть огонь. А, у всех есть огонь. То есть, смотрите, у всех горит огонь. А вот у этого не горит огонь. Следовательно, нам нужно будет сейчас... Давайте мы сделаем вот так. Мы берем маршмеллоу, зажигаем ее. И, ну, я хочу отдать вот огонь туда. Нам как-то надо будет перенести огонь. К сожалению, не работает маршмеллоу. Да, абсолютно понятно, что нужно будет зажечь огонь здесь везде и получить какой-то дополнительный разгад. Смотрите, какой-то... А вынуть его нельзя, нельзя. Сейчас попробуем взаимодействовать с каждым из этих скелетов. Так, нельзя у нас ни с кем взаимодействовать. Да, очень-очень жаль. Не знаю, что это такое. Но будем иметь в виду, что, во-первых, смотрите, если убрать все фонари, то картина у нас, ну, типа, отодвигается. Отличная, кстати, идея. Теперь будем знать ее. Так, ну а нам взять нужно будет фонарик и побежать к... Я не помню, какой у нас. Вот тот впереди, кажется. Да, вот впереди у нас кинотеатр. Сейчас попробуем быстро посмотреть диафильмы и надеюсь, что у нас цикл пока что еще не закончится. Так, вот сюда мы бегали. Здесь у нас где-то вход. Только бы музыка не заиграла. Кстати, интересно, пока мы смотрим диафильмы, у нас будет ли останавливаться время или нет? Так, давайте фонарик ставим и пошли по порядку. Так, а здесь уже первый установлен. Ну что ж, устанавливаем. Ага, вот Сатурн. Давайте, ну пусть будет дверь открыта. Поехали, друзья. Смотрите, повернуть вперед и назад R. Итак, что мы понимаем? С Сатурной есть небольшой спутник, типа Энцелада. На этом Энцеладе, видимо, жили они. Второе. Око Вселенной как-то появилось. Потом какой-то зажгли огонь. Очень похоже вот то, что держали в руках вот эти вот мертвые. И здесь что-то три каких-то глаза, как будто жук какой-то, оленевод. Ну ладно, давайте дальше. Итак, звездная система. Это наша звездная система. Рядом с нашей звездной системой было Око Вселенной. Потом оно начало взрываться, уничтожило всю нашу систему. И вот к Сатурну подлетело. Смотрите, к планете Сатурна. И его заразило. Дальше. Вот этот вот ученый, он смотрел в телескоп. И волны прошли мимо. И огонь ударил ему в лицо. То есть он его, смотрите, заразил. Так, Вселенная заразила какого-то вот этого вот существа. Он сказал, вау. И говорит, идите, идите, смотрите, что я нашел. Я увидел, как Око Вселенной взорвалось в соседней системе. Блин, это плохо. Так, здесь, смотрите. Они, во, да, они создали вот эту вот летающую тарелку. То есть вот такой цилиндр. И полетели от своей планеты, видимо, да. Они перелетели к нам. Отлично. Перелетели к нам, нашли Око Вселенной. Ну что ж, все абсолютно теперь понятно. Взорвалось, ученый увидел. И объявил всем. Все посмотрели, создали огромный корабль. И полетели в другую солнечную систему. И стали невидимыми, как я понял. Ну что ж, здесь все примерно понятно. Давайте следующий диафильм смотреть. Так, вынимаем диамагазин. Так, ну чего ты не кладешься. Вставляем другой диамагазин. И побежали. Так, здесь какие-то круги. Ну что ж, давайте. Итого. Первый, второй и третий круг. Погнали смотреть. А, здесь пленка у нас испорчена. Хотя нет. Итак, здесь какая-то дверь закрывается. Дверь закрывается, но в последнюю секунду прорвались лучи Око Вселенной. Но все-таки они успели его закрыть. Пришел этот другой человек. Немножечко пришел другой человек. Зажег огонь. И... Запер навсегда Око Вселенной. То есть они его заперли. То есть оно опасно получается. Еще раз смотрим. Они создали закрывающаяся дверь. Пришел какой-то шаман. Ну будем его так называть. И на замок запер Око Вселенной. Ух ты, как интересно-то, друзья. Борт-журнал обновлен. Так, побежали тогда быстрее дальше хоть куда-нибудь. Смотрите, здесь мы были. Здесь плотина. Странно, но пока что плотина еще держится. Так, там мы вроде бы побывали. Вот нам бы еще... Вот смотрите, в той стороне у нас что-то есть. Ну давайте, раз уж мы здесь находимся, тогда мы будем этот пятачок полностью до конца исследовать. Сюда проход. Вон башня еще впереди. Ну мы там вроде бы были. И там еще какая-то башня. Так, это станция, а вон впереди какой-то домик. Здесь... Да, здесь мы уже были. Вот когда в первый раз сюда прилетали. Ух, как интересно. Слушайте, друзья. Побежали. Это нам не нужно. Только бы у нас конец сейчас не начался цикла. Так, вон в ту домушку нам сейчас нужно будет прилететь. Аккуратно приземляемся. И пойдем исследовать вот этот вот так. Чего? Осторожно, поблизости. Темная энергия. Так, с этой стороны есть. С этой стороны... Аккуратно. С этой стороны нет темной энергии. Вот, под... Надо залезть под дом. И тут нету темной энергии, кажется. Так, вот. Кусок обвалился. Валяется какая-то железка. А там... Блин, а там у нас проблемы. Хотя... Можно будет попробовать... Давайте, знаете, что попробуем? Запустим туда зонт. Покрутим головой. Но вот мне кажется, что здесь безопасно. И можно будет туда забраться, друзья. Давайте еще раз фотографируем. Смотрите. Вот туда нам... Вот в эту сторону нам прыгать 100% нельзя. Так, подожди. Может быть еще что-нибудь внизу есть? Нет ничего внизу. Смотрите. В эту сторону нам прыгать 100% нельзя. В эту сторону теоретически можно. Погнали, друзья. Так, тихо. Не допрыг. Так, точно там безопасно? Точно. Так, тихо. Главное сейчас сориентироваться, где можно стоять и что можно делать. Смотрите. Здесь у нас ничего нету. Отлично. Вот здесь, где-то там, ходить нельзя. Друзья, следовательно, нам нужно будет... Ага, темные энергии только лишь на столе, потому что на столе... Так, аккуратно. Что это такое? Возьмите артефакт. Что это такое? Сосредоточить? Скрыть? Знаете, на что это похоже, друзья? А эта штука похожа на точно такие же. Так, побежали. У меня есть другая идея. Давайте. Побежали. Где мы с вами заходили и куда нам нужно будет сейчас выбираться? Смотрите, осторожно. Обнаружена призрачная энергия. Как нам поменять бы... Я хочу поменять на другой прибор. Давайте вот так, может быть. А если мы Y нажмем? А если мы уберем? Блин, как нам тут быть-то? А можно его? Да, можно будет вот так его выбросить. Теперь проверяем, в какую сторону нам можно будет идти. В ту сторону нельзя. Вот в эту вот сторону по реке можно будет идти. Ну, смотрите, вот здесь можно будет выбраться. Давайте. Итого. Подбираем артефакт. И по реке выбираемся отсюда. Так, что такое осторожно призрачная материя? Так, придется нам еще вот так вот выбросить его. И вот здесь вот. Да, вот здесь вот тоже можно будет спокойно выходить. Кто это такой? Плотину прорвало, а мы находимся прямо в центре призрачной материи. Это очень-очень... Только бы нам не сломаться. Так, аккуратно. Нам надо сейчас, друзья, знаете что? Нам надо попасть вот в тот дом, где у нас в подвале находится куча... Вот, сюда нам нужно будет. Куча вот этих вот непонятных мертвецов. Так, аккуратно. Давай заходим сюда. Ну, смотрите, здесь у нас все затопило. Я думаю, что как-то можно с помощью вот такой же штуки взаимодействовать с мертвецами. Погнали вниз, друзья. Вот. Ну, естественно, огонь потух. Они все у нас... Непонятно абсолютно, что это такое. Хоть бы нам хоть какую-нибудь инструкцию. Потому что вот так вот плавать с непонятным прибором, это, ну, согласитесь, полный идиотизм. Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Вот у нас сейчас примерно то же самое происходит. Но зато плотину прорвало, значит, мы можем спокойно... Смотрите, лампы все погасли. Значит, мы спокойно можем пробираться вот на этот вот плот. Погнали. Так, отлично. 50% топлива осталось. Хорошо. Давай, плот, подплывай. И мы на него садимся, говорю. Так, отлично. Ну что ж, поплыли, друзья, вперед. Вот, нам сейчас нужно будет... Смотрите, здесь мы, в принципе, все исследовали, узнали, что у нас есть вот этот вот прибор. Наверное, знаете что? Когда мы в следующий раз сюда приплывем, друзья, нам нужно будет быстро-быстро найти вот этот вот артефакт и быстро пройти... Что это там такое? Это солнце наше виднеется. И быстро-быстро нужно будет пройти туда, куда вот здесь вот нам показали. Так, здесь бурный поток. Давайте сейчас посмотрим, в какую сторону нам стоит... Вот давайте сюда прибьемся. Говорю, сюда прибьемся. Вот туда. Туда давай прибиваемся. Вон еще один кинотеатр. Я заметил, где такие вот олени рога нарисованы. Так, это у нас... Стоп! Ну, я же запрыгнул точности сюда. Не знаю, почему он нам... А потому что вот этот вот рогалик... Ох ты, тут внизу еще есть вход. Давайте пойдем сначала через верх. Ах, да запрыгни ты наконец-то уже. Куда бы нам вот эту дуру бы поставить? Ага, это еще один кинотеатр. Вот, еще один подземный ход, который у нас затоплен. Я предлагаю сделать вот что. Выбрасываем артефакт, он нам сильно будет мешаться. Включаем фонарик и пошли искать кучу диафильмов, друзья. Так, забираем. Все их вытащим сейчас. Надеюсь, что они у нас не испортились от влаги. Так, поехали вверх. Нам здесь нужна будет сейчас лампа. Вот одна висит. Забираем. Ага, не забирается. Ну что ж, давайте мы тогда другие диафильмы тоже заберем. Ну и раз уж мы здесь находимся, давайте посмотрим. С этой стороны у нас диафильмов нету. С этой стороны... То есть везде в каждом кинотеатре по два диафильма. Ага, и там еще какой-то выход. Но заглянем туда чуть-чуть попозже. У нас топлива вообще, к сожалению, не осталось. Так, залетаем. Друзья, говорю, залетаем. И... Ну, залетай давай быстрее. Так, теперь нам нужно будет найти где-нибудь фонарик. Итого смотрим в каком... Вон, там впереди. Пошли. На крышу. Ну, странно. Я делаю вот все точно, а у нас почему-то... Смотрите, я вспомнил. Здесь мы уже с вами были, и там находится око вселенной. Поэтому, друзья... И там самое главное, находятся реактивные ранцы. Вот они у нас лежат. Поэтому давайте мы сейчас заправимся. Кислорода здесь, слава богу, навалом. А вот с реактивными ранцами у нас здесь проблемы. Поэтому здесь еще что-нибудь обследовать-то нету? Нету. Я чувствую, что цикл наш подходит к концу. Здесь ничего. Нам как-то вот в эту вот башню нужно пробраться. Но вопрос. Как мы с фонарем пропрыгаем... Ну, наверное, вот по крышам этих домов. Это единственное, мне кажется, выход будет. Как пропрыгать дальше? Так, что у нас здесь? Там вон лестница, ведущая вниз. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут внизу. Это еще один из домов. Так, погнали вперед, друзья. Здесь нету абсолютно ничего интересного. Следовательно, в следующий раз не будем здесь терять время. Ну, давай выходи. Все, выходи. И давайте во второй дом тоже заглянем. Посмотрим, что здесь есть у нас. А здесь, похоже, ничего у нас нету. Очень тяжело, конечно. Так, полетели. Ну, давай, пожалуйста. Ес. Все, запрыгнули мы. И теперь мы знаем, что если убрать весь вот этот вот свет... Давайте, наверное... Я так понял, что неважно, куда его убираешь. Главное, чтобы картина была темная. Вот, смотрим. Не понял. Да, смотрите, да. Только странно. Мне кажется, что у нас была вот эта вот картина в прошлый раз. Ну, давай вот сюда поставим. Еще раз смотрим. Я понял. В каждой башне они меняются. Поэтому побежали сейчас смотреть, что у нас здесь внизу хранится. Так, огонь. Вот. Нам надо артефакт забрать. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот это да, друзья. То есть у меня такое ощущение, что один покойник сбежал. Вот это да. Ну, понятно, что нам сейчас нужно будет принести и как-то взаимодействовать вот с этими вот огнями. Тут горит? Да, везде горит. То есть всегда нужно ходить с зажженным огнем. Я понял. Это огонь ока вселенной, который пришел и он его сохранил. То есть они передают, как вот олимпийский огонь, они также передают вот огонь ока вселенной. Смотрите. Один покойник сбежал. Нужно быть очень аккуратным. Скорее всего, здесь нас ждет огромное количество вынужденных ситуаций, когда нам придется, видимо, убегать от покойников. Может быть, еще где-то? Давайте попробуем. Потому что очень интересная задумка вот с этими вот картинами. Так. Светим. Нету. Светим. Нету. Ну, видимо, везде, в каждом доме по одному. Поэтому давайте, друзья, берем фонарик. Нам сейчас предстоит как-то допрыгать до кинотеатра. Главное не... Так, ну а получается, что по-любому мы в воду упадем. Как бы мы здесь не крутились, так, полетели. Спокойно, спокойно. Хотя, может быть, мы и дойдем, друзья. Ну, рискуем. Вот туда можно будет прыгнуть. Ну, ладно, поехали. Так, тихо, только не разбей лампу. Только, пожалуйста, не разбей лампу. Отлично. Вот наш кинотеатр. Все, друзья. Давайте посмотрим. Кстати, очень классно придумали. Так, опять. Мы это уже с вами видели, но вдруг мы что-нибудь новое еще поймем. Итак, вот этот вот Сатурн. Это Око Вселенной. Вот этот вот Огонь, как мы уже знаем. И такое чудище, которое три глаза. Поехали. Смотрите, он говорит. Смотрите, там у нас Око Вселенной. Пришли какие-то мудрецы. Просканировали Око Вселенной. И сказали, что оно опасное. Красное – это всегда опасный цвет. И что оно убьет. Смотрите, скелет развалился. И все зарастет травой. О боже, воскликнули мудрецы. Что мы натворили? Зачем мы увидели это страшное Око Вселенной? Здесь они подожгли дом. Упало. Вот, мы как раз здесь кислород брали. Вернее, этот. Проявляли реактивный ранец. И потом они прилетели в нашу систему. Замаскировались. И все, друзья. Это мы с вами прочитали. Так, давайте, может быть, мы еще успеем. Ну, давай, давай, пожалуйста. Убрать диафильм. Кидая его сюда. Может быть, хотя бы последние секунды мы с вами... Так, давай. Почему пауза не... Так, второй, смотрите. Вторая инструкция. Поехали. Пришел мужик, зажег огонь и сделал второй замок. То есть нужно будет три замка запечатать. Ага. Кого-то, видимо, что-то очень-очень страшное находится вот в этом вот гробу. Будем его так называть. За этими дверями находится какой-то огромный гроб, который нужно будет... Ну, и понятное дело, смотрите, так как здесь раз, два, три, три печати. Нужно будет наложить три печати. А нам, получается, нужно будет снять три печати. Ух ты, как интересно. Борт-журнал обновлен. Ну, что ж, друзья. Нам предстоят последние секунды. Давайте подберем вот этот вот артефакт. Сейчас уже должно у нас око вселенной... А где этот? Вон башня. Смотрите, башня уже упала. То есть она у нас падает. И мы не сможем туда пробраться. Очень интересная у нас, друзья, получилась серия. Невероятные приключения. Мы с вами зачистили... Ну, 99% долгов мы с вами подчистили перед основным сюжетом. И уже мы второй раз прибыли на незнакомец. Узнали мы много новых технологий. Во-первых, что картины у нас как-то отодвигаются. Создается секретный проход. Если убрать... Ну, я так думаю, даже не все фонари, а некоторое количество фонарей убрать. И они все время меняются. То есть это не факт, что там последний, предпоследний. Вполне возможно, что у нас будут какие-то и первая, и вторая картины. И мы узнали, что есть артефакт, с помощью которого можно будет забирать огонь око вселенной. Но наши приключения на незнакомцы мы продолжим уже в следующей серии. А на сегодня, друзья, все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. Поделитесь ссылкой на наши приключения со своими друзьями. А с вами был Никодим. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok